Всем привет! Вы находитесь на канале BlackBearFilmInk и я, Черный Медведь, мы начинаем! Перед данным просмотром желаю вам приятного просмотра. Запуститесь попкорном, подпишитесь на канал, напишите комментарии, заранее благодарность. Крик 6. Стилизованный как скрим, американский фильм ужасов, являющийся шестым серией Крик. И продолжаем одноименного фильма. 2022 года выходит картина, запланированная на 2023 год. Темки начались в Монреале в июне 2022 году. По остановку вновь возглавил режиссер Мэтт Баттинелли. Баттинелли, Олпин и Тайлер Джиллер. О сценарии написал Джеймс Вандербилд и Гай Бусик. Кевин Уиллисон вернулся в проект в качестве исполнительного продюсера. Нев Кэмпбелл отказалась от участия в продолжении из-за маленького гонорара. Шестая часть станет первым фильмом франшизы, в котором не появятся персонажские дни прескот. К своим ролям вернутся... Оба часть? Мелисса Баррера, Джена Ортега, Мэйс Сангудинг, Джасмин Сайвэй, Браун, Кортни Кокс и Хейден Петтиер. Одну из ролей сыграет Дермат Малруни. Выход фильма в прокат был запланирован на 31 марта 2023 года. Его релиз перенесли на 10 марта 2023 год. Жанр слэша, режиссер Бэт, Мэтт Беттинелли Олпин, Мэтт Аллер Джилет, продюсер Пол Нистейн, Уильям Шерек, Джеймс Вандербилд на основе персонажа Кевина Уиллимса. Автор сценария Джеймс Вандербилд и Гай Бусик. В главных ролях Мелисса Баррера, Джена Ортега, Мэйс Сангудинг, Джойс Мин, Сайвэн Браун, Кортни Кокс, Хейден Петтиер, Дермат Малруни и художник-постановщик Мишель Лилиберт. Кинокомпания Spyglass Media Group, Project X Entertainment, Radio Silence Production. Что могу сказать, мне очень понравился предыдущий 2022 года, я был, можно так сказать, на премьере этого фильма и посетил его, так, раза три. Три! Раза я смотрел один и тот же фильм, в разные дни, правда, да, в разные дни. Но заходил и смотрел его как первый раз, будто я только сейчас пришел на просмотр и не смотрел никакой трейлер, никаких-то обзоров у каких-то блогеров, ничего этого я не смотрел. Если вам нравится озвучка с моим голосом, можете заказать по ссылке в описании, бла-бла-бла-бла-бла, телеграмм будет и все такое. Подписывайся, ставь лайк, пиши комментарии. С вами был я, BlackBearFilm Inc. Либо я, Черный Медведь, и канал BlackBearFilm Inc. У нас мини-такая корпорация, Mystic History есть, BlackBearFilm Inc. Также есть BlackBearFilm Inc. обзоры, также есть BlackBearFilm Inc. Games. И BlackBearFilm Inc. Да, куда без ЮА? ЮА это ЮА, Ю-У-Украинская, украинская версия полного канала. Ну, на каждом канале все равно он отличается своим уникальным дизайном, уникальным своими медведями, можно так сказать, логотипами. И каждый год, и каждый месяц на протяжении всего времени будет меняться дизайн, естественно. Не, куда мы без этого, без продвижения. Так. Ну, слэшер. То есть, если вы не смотрели предыдущие части, слэшер это под жанр фильмов ужасов, для которого характерно наличие убийцы-психопата, которые преследуют и изрешили, он убивает одного из другим некоторое число людей. Часть всего подростков в типичной случайной, несправедливой, неспровоцированной манере лишая жизни. Ну, вот, как-то так, если чё. Хайден Лесли Панеттиер. Панеттиер. Американская актриса и певица в 11 лет получила премию молодого актера за роль Шерри Йост в диснеевском «Воспоминание Титана». Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале «Герои». А, точно, с 2020 по 2016 год она играла роль. Да, «Герои». Классный сериал, очень классный. Кортни Кокс. Ну, Кортни Кокс мы и в предыдущем, если посмотрите, роль где-то будет в правом углу. Ну, крик спустя 25 лет. Ну, там вы увидите и про Кортни Кокс, и про актрису, которая играла Синни Прескотт. Ниф Кэмпбелл. Ну, поэтому, почему Ниф Кэмпбелл отказалась? Ну, указали, что она отказала от участия в продвижении. Сдолжение из-за маленького гонорара. А Кортни Кокс не отказалась. Значит, гонорар был ничего себе такой. Зажрались. Извиняюсь. Я не нарушаю авторских прав, поэтому всё, озвучка вся моя. Всем пока, до скорого. Заварите себе чаёк и приятного наслаждения ещё каких-то роликов. Ролики будут выходить по пятницам. Также, возможно, в субботу. Возможно, ещё в среде недели какие-то. Тридцатого года, к примеру, запланирую приветствия и поздравления от Дедушки Мороза. Здесь вам будет интересно. Да, ёлочку в этом году не подготовил. Куда и сегодня, в этом году ёлочку, к сожалению, нету пока. И будет ли она вообще, неизвестно. Поэтому, ну, поэтому, вот, как бы, всё. Пока-пока. До скорого. Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жмякай на колокольчик. Всем пока.